Сергей Олегович, привет! И я вам должен сказать, что мы просто как в воду глядели. Мы прошлую передачу закончили разговором о тайных перелетах секретных дочерей Путина. И на тебе, жизнь нам подбросила продолжение темы, потому что позавчера, по-моему, или позапозавчера появилось потрясающее совершенно расследование про секретных сыновей Путина. Причем, смотрите, такое ощущение, что они там в каком-то тайном сговоре состоят, потому что только Путин заикнулся про то, что маленькие члены его семьи говорят свободно по-китайски. И выясняется, что эти маленькие члены семьи, у них есть имена и подробности их жизни и быта. Вот Центр Досье опубликовал на сей счет расследование, которое многие из вас, дорогие друзья, уже видели, наверное, про то, что есть Иван Путин, есть Владимир Путин. Это якобы дочери Путина и Алины Кабаевой, и живут они в абсолютной изоляции, и чего там только еще нет. Мы про эти подробности еще поговорим, но у меня вопрос, а ФСО куда смотрит? Сергей Олегович, куда смотрят ФСБ? Куда смотрят другие спецслужбы? Ну вот как могли допустить они такую утечку? Привет, Евгений Алексеевич, привет всем нашим зрителям. Тема захватывающая. Ее раскручивают уже дня три, наверное, дня два уже все по ней оттоптались и приходится нам с вами оттаптываться. Но я сначала немножко поясню, что меня, откровенно говоря, удивило, что ее очень сильно раскручивают украинские каналы, где тоже она, значит, такая топовая тема. И для меня это примерно такая же вещь, как если бы в «Гадета правда» в 43-м году, допустим, на первой странице опубликовала бы огромную статью о том взаимоотношениях Гитлера с Евой Браун. И все бы в политбюро и в Америке, и в Англии, то есть у союзников по антигитлеровской коалиции, все бы занялись расследованием того, как они там спят, как они там едят и так далее. То есть на самом деле в этом есть своя странность особая, потому что, так сказать, страна-агрессор, и вдруг в стране-жертве постоянно роется, копается в грязном белье этого нового Путина, который на самом деле их должен был интересовать только как военный преступник, которого не задержала Монголия. Но почему-то эта тема всех ужасно взбодрила. Если вы внимательно прослушали это досье, а я его сегодня два раза прослушал внимательно, то на самом деле там нет ни одного подтверждения того, что у Путина есть какие-то дети. Они есть у Кабаевой. Но, кстати, даже в этом досье нет подтверждения, что это Кабаевские дети. Ну, Кабаева, в общем, рожала, это факт такой более-менее доказанный, потому что там была гинекологическая клиника в Швейцарии, там был доктор-гинеколог в Швейцарии, которая, кстати, срочно умерла, по-моему, в феврале прошлого года. Да, вот это же какое-то странное совпадение. Да, ее тут же кремировали на второй день, не стали проводить никакого расследования. Как выяснилось, там сказали, у нее какой-то там был рак, но перед этим ее за 10 дней избрали, значит, председателем медицинской какой-то ассоциации. Она, зная, что у нее рак, согласилась быть председателем ассоциации. Через 10 дней она умирает. Там, в общем, грязная история какая-то, непонятная такая, которая очень похожа на убийство заказное, на новичок там и так далее. Но в этом расследовании, на самом деле, очень много противоречивых вещей. И я на него посмотрел, вот откровенно говоря, не с точки зрения всей этой желтизны, которая, так сказать, везде ходила по всем каналам, а с точки зрения спецслужб. Потому что мы с вами все-таки делаем более-менее серьезные передачи о шпионских историях. И нас интересует шпионская составляющая в этом деле. И шпионской составляющей в этом деле очень много. Но она вся противоречивая. Потому что, с одной стороны, смотрите, появилось такое расследование, которое, в принципе, захватывающее, но просто жуть. То есть, первый раз я смотрел, просто у меня там челюсть отвисла. А когда я прослушал второй раз, у меня всегда так. Я всегда первый раз слушаю, как просто слушатель. И точно так же я вот смотрю фильмы, там шпионские фильмы, я смотрю просто как зритель. И мне они нравятся или не нравятся. Вот это расследование мне чрезвычайно понравилось, как слушателю. А второй раз я отключаю мозги слушателя и зрителя и включаю мозги шпиона. И вот здесь у меня вопросов к этому расследованию просто миллион. То есть, первый вопрос у меня вот какой, шпионский. Смотрите, они нам в этом расследовании говорят, что вообще у них там существуют документы прикрытия. И они все существуют под вымышленными именами. То есть, на самом деле, откуда они тогда взяли эти Ивана и Владимира, если по эти дети существуют под документом прикрытия. Первое. Второе. Они говорят, мы пробили эту штуку по дате ЗАГСа. Попытались пробить, хотя это сложно, это опасно, потому что любые запросы по системе ЗАГСа, которые выходят на каких-то больших начальников, они сразу отслеживаются там, кто либо МВД, либо спецслужбами прямо. И они сказали, что в ЗАГСе они не нашли никаких сведений. То есть, они согласились, что все это дело, на самом деле, не имеет никакого документального подтверждения, что никаких детей у Кабаева официально не зарегистрировано в системе МВД и в системе записей актов гражданского состояния. Они нам все рассказали, как там все это дело происходит. Причем это им рассказал человек, который якобы там прям работает, просто с условием, что они не расскажут его имя. То есть, вы себе представите, что вот я, допустим, сейчас директор ФСО, директор ФСБ или начальник службы охраны президента Алексея Рубежной. После того, как это дело получилось, я немедленно арестовал всех сотрудников этих резиденций. И посадил их на полиграфе, на полиграф для того, чтобы выяснить, кто из них сдал эту информацию, слил эту информацию в центру досье. И через пять минут выяснилось, что они все сливают постоянно кому-то какую-то информацию. Кто американцам, кто англичанам, кто французам, кто немцам, кто в центру досье, кто марсианам. И всех уже к сегодняшнему вечеру расстреляли торжественно в этой самой резиденции на Валдаре. Дальше у меня вопрос. А что, вот если это может такое расследование сделать центр досье, а что-то где-то до ЦРУ, а где-то до МОСАД, а где-то до ГУР украинский, вот где-то до Кирилла Буданов, потому что, представляете, вдруг выясняется, что на самом деле, что при всех сложностях расследования этого центра досье, оказывается, набирают туда людей просто с улицы, набирают огромное количество, там текучка. То есть почему Кирилл Буданов не смог внедрить туда своего агента, выкрасть этих детей путинских, выкрасть эту Кабаеву и шантажировать Путина тем, что их убьют или изнасилуют или разрежут на кусочки, если не отдаст всех азовцев, которых содержится Российская Федерация. То есть на самом деле, вот с точки зрения спецслужб, у меня огромная проблема с этим расследованием, потому что в нем рассказано слишком много всяких деталей, которые просто не поддаются критике с точки зрения извращенного ума бывшего старшего офицера службы внешней разведки КГБ. Потому что получается, что там полный бардак, и можно туда прийти из ближайшей деревни какой-нибудь бабушке и наняться туда на работу уборщицей, что на самом деле так и есть. Вот это я подтверждаю, потому что такая система... У меня бабушка сама работала в Архангельском санатории Министерства обороны, у меня дядя работал на даче Косыгина в девятке, у меня двоенный брат работал на даче Косыгина в девятке. И я понимаю, как это делается на самом деле. Да действительно, все местные жители набираются на работу вот в эти места, ну, в технический персонал. Такая же история была в Краснознаменном институте, то есть в любом объекте внешней разведки КГБ, секретном объекте, был какой-то персонал. И из деревни Челобитева, значит, к нам приходили какие-то тетеньки, которые убирались у нас там в наших комнатах, в помещениях служебных там и так далее. То есть в это я поверить себе могу. И что, несмотря на то, что это была страшная секретная школа внешней разведки там и так далее, но это было в советское время. Это было в советское время, когда не было интернета, когда был железный занавес, когда иностранцев вели очень плотно под наружкой, даже в городе Москве, а вообще не говорю там про маленькие городишки какие-нибудь. Когда не было айфонов, когда не было телефонов, когда не было всех камер маленьких, послушивающих устройств. То есть в нынешние времена, чтобы вот так набирали этот самый персонал и ему давали свободу действия, чтобы они мотались по этим закрытым, значит, дачам со своими мобильными телефонами, чтобы у них там их не отбирали, чтобы они могли там снимать все, что угодно, записывать все, что угодно, передавать кому угодно. У меня возникает вопрос, а это чего такое? Это бардак? У них такой бардак? Вот у них такой бардак в ФСО, у них такой бардак вот в главной резиденции Путина, Путина на Валдае. А тогда, ребята, почему еще Путин до сих пор не в Гааге? Потому что если у вас такой бардак, то выкрасть его в Гаагу получается очень просто. Мы с вами там не в предыдущей передаче, а перед этим, или там неоднократно вспоминали, что Израиль сделал в Иране с этими самыми, с хамасовцами и с Хезболла. То есть в Иране под носом у корпуса стражей исламской революции убили главу Хамаса. А почему тогда украинская разведка военная не может проникнуть в эту балдайскую резиденцию, потому что там у них просто бардак? Просто открыто заходи, там нанимай любую бабушку, она тебя проведет туда. Бабушке этой любой, давай новичок, давай ей там какой-то яд. Причем у этих мальчиков, оказывается, у них там кружка, которая вот как у папы, у Путина одна кружка, из которой он пьет, и у мальчика одна кружка, из которой он пьет. То есть вы точно знаете, что из этой кружки не выпьет никто другой. То есть если вы туда подсыпете яд какой-нибудь или намажете ее чем-нибудь, то вы точно знаете, что вот Путин или его там так сказать как бы сын обязательно выпьет из этой кружки. И вот вся штука, если вот ее рассматривать с шпионскими мозгами, это полная берда, это полный шпионский роман Джеймса Бонда, который, ну, очень мало я верю в это дело, тем более, что на самом деле они говорят, они все живут как шпионы, у них все вымышленные фамилии. И вдруг выясняется, что Кабаева постоянно перемещается под своими фамилиями, ездит на электричке в эту самую деревню, которая находится прямо под этим Валдайской резиденцией, останавливается ее, можно определить все ее маршруты. Это в нынешнее время, когда все это дело фиксируется. То есть она даже не отключает у себя геолокацию, ей даже не выдали телефона с фамилией, я не знаю, Васи Иванов вместо Алины Кабаева, она прямо Алина Кабаева, она прямо покупает себе билеты из Ленинграда, из Питера, прямо вот до этих деревень, чтобы прямо вот ехать туда, в эту Валдайскую резиденцию. На нее выписываются всякие там кучи всяких, всякой недвижимости. Ну, ладно, недвижимость записана на всех ее, на всю ее семью. Ну, а дальше, если вы смотрите, то выясняется, что на самом деле с учителями, учителями ни разу в жизни не встречалась ни с Путиным, ни с Алиной Кабаевой. Ни разу в жизни. Ни разу в жизни с ними не общались ни по телефону, ни по смс-ке никак. То есть они общаются с какими-то помощницами, либо вместо Алины Кабаевой выступает ее двоемная сестра, которая выдает себя за мать этих детей. А если она выдает себя за мать этих детей, то, может, она и является матерью этих детей. И, может, и Путина никакого нет, и если, так сказать, вся эта бодяга устроена так, как сыр, как это называется, груер, у которого дырки по всему телу, то очень странно, как это вдруг первые леди с наследниками престола охраняют так хреново, когда просто берут каких-то иностранцев, берут иностранцев, да, вот из какой-то Южной Африки, и куда, вот, Буданов что, у них нет нелегальной разведки, что они не могут южноафриканцев какого-нибудь завербовать, чтобы он там приехал Путина обучать чего-нибудь, а потом его там... Погодите, погодите, Сергей Олегович, а что, если действительно генерал Буданов завербовал какого-нибудь агента там в Южной Африке белого англоговорящего потомка английских поселенцев, ну и там на самом деле есть и буры, белые южноафриканцы, африканеры, которые тоже говорят свободно на английском языке. А давайте предположим себе, и вся эта информация, давайте представим себе, можем же мы оставить там один процент вероятности, что на самом деле это часть информационно-психологической спецоперации, которую как раз господин Буданов и затеял. Почему нет? Да, можем, можем. Даже не один процент, можем даже больше немножко, потому что, если даже это не Буданов, это может ЦРУ, потому что у меня вообще есть такое ощущение, что западный мир Путину, который постоянно всем угрожает ядерным ударом, время от времени напоминает, что его ядерные силы абсолютно уязвимы. Да, это мы с вами, по-моему, даже с вами обсуждали, когда-то я вам говорил, что в декабре 22-го года было два удара по аэродрому Энгельс-2, стратегический аэродром стратегической авиации, ядерной авиации Российской Федерации, куда прилетело два раза с промежутком в три недели. То есть, как мы понимаем, по статистике снаряд в один окоп дважды не падает. Вот если куда-то прилетело дважды за три недели, это означает, что туда просто специально можно прилететь, и что там ничего не защищено, там не стоит никакая ПВО, туда может прилететь в любой момент и разбомбить всю ядерную стратегическую авиацию Российской Федерации. Это было доказано в декабре 22-го года. Потом такая же штука прилетела в Дягилево. Потом они перебазировали все это дело под Мурманск, в Оленье, и потом прилетело в Оленье, туда же. То есть, где бы ни находилась стратегическая ядерная авиация Российской Федерации, всегда обязательно туда чего-то прилетает. Потом прилетело два беспилотника по Кремлю. Прямо по Кремлю. президентского первого корпуса. Прилетело, причем ПВО Российской Федерации не сработало ни страны, ни московского военного округа, но, правда, у них тогда не было московского военного округа, он назывался Западный округ, ни города Москвы, ничего не сработало. Ни Кремля, то есть ничего, все долетело спокойно совершенно. А теперь, значит, выясняется, что потом, кстати, сбежало два офицера ПСО, которые рассказали о том, как все устроено на правительственных дачах в Крыму, в одном из тех мест, где якобы вот эта семья Кабаевская проводит лето. Что довольно интересно, потому что они свой морской, военно-морской флот перебазировали в Новороссийск из Севастополя, а семья Путина с детьми, с наследниками продолжает ездить в Крыму, отдыхать, то это довольно, довольно интересная, интересная вещь. Вот. Потом, значит, ну, Путин сам, говорят, уже не ездит давным-давно в Бочаров-ручей и в Красную Поляну. То есть он просто боится туда ехать. И вот единственное, где он проводит время, это либо в Карелии, либо на Валдае. Все остальные резиденции уже для него закрыты, потому что он же понимает, что, значит, но в Карелийскую резиденцию еще просто не долетело, но если долетает в Оленью в Мурманске, то может долететь и в Карелию, потому что до Карелии ближе, по дороге в Мурманск. Вот. И так далее, и тому подобное. И вот я, кстати, все эти штуки укладывал в ту версию, что американцы или неамериканцы показывают руками, может, украинцам, а может, своими руками, что на самом деле все стратегические объекты Российской Федерации находятся в легком доступе для любых ударных сил НАТО. То есть, если два беспилотника ударили по Кремлю, то, естественно, «Тамагавк» может прилететь в Кремль еще гораздо проще, потому что его просто гораздо проще, его сложнее сбить, чем эти два беспилотника. Плюс, к тому же, нам публиковали вещи, смотрите, в Беларуси Путин, в Беларуси Путин перебазировал тактическое ядерное оружие. И месяца полтора или месяц назад американские газеты слили аэрофотоснимок того места, где находится это оружие, как к нему подобраться, где там что-то, какое там строительство идет и так далее. На этой неделе, на прошлой неделе был снимок под Вологдой, Вологда-20, это, значит, хранилище стратегического ядерного оружия, где там чего-то там готовят для якобы там для буревестника, для этой самой, для какой-то сумасшедшей советской ракеты, которая, на самом деле, естественно, не летает, там было 13 испытаний, и все они не получились. Но снимок был опубликован. И вот теперь сливается эта история с путинскими якобы сыновьями и с Кабаевой, и выясняется, что на самом деле доступ к телу абсолютно элементарен, что все там пронизано, то есть люди сливают прямо вот из этого, из этого, изнутри этой системы, сливают информацию центру досье, ну, я так понимаю, за деньги, вот, и что, если это все так сливается, то все это в прямом доступе, и действительно, это таким образом Путину показывает, что, слушай, парень, вот если ты там это, нам угрожаешь каким-то там ядерным ударом, то вот ты должен понимать, что на самом деле вот у тебя нет такого места, где до тебя добраться нельзя, и что на самом деле до тебя добраться очень просто. вот я с вами в этом смысле здесь соглашусь, но тогда надо согласиться, что это конспирологическая версия, и что центр досье на самом деле работает на ЦРУ или там на ГУР, и участвует в информационной компании, что, кстати, совершенно я не исключаю, потому что они действительно несколько расследований у них было вполне себе интересных, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, смотрите, несколько моих соображений на полях вашего комментария весьма подробного. Ну, во-первых, мы все-таки, согласитесь, Сергей Олегович, вправе предположить, что, быть может, есть такие сферы жизни Владимира Путина, и есть такие, может быть, объекты, где эта жизнь проходит, где он, может быть, лично все сам контролирует и требует, чтобы там все было не так, как на других, объектах, которые обслуживают ФСО, чтобы там не набирали местных жителей на работу, чтобы там были действительно люди, проверенные, прошедшие там многоступенчатые проверки их биографии, их связи, ну, вот так, как в нелегальную разведку подбирают кандидатов, так, а вдруг, он же совершенно, мы с вами точно можем сказать, что своей личной безопасностью Владимир Путин озабочен очень, может быть, это распространяется и на его близких, я ничего не утверждаю, я просто задаю вопрос, еще, я вот должен отдать дань уважения моей коллеге, журналистке радио «Свобода» Елене Рыковцевой, которая вот тоже написала любопытный комментарий, у меня, мол, вопросы есть, она пишет, Иван и Володя, это все-таки реальные имена или это имена, которые указаны в документах прикрытия, так называемых, вот, если это реальные имена, то как их зовут в документах прикрытия, и наоборот, если это имена по документам прикрытия, то какие их имена реальные, загадка, потом, вот странная фраза в тексте, я цитирую ее Елену, во время работы над материалом досье, во время работы над материалом центр досье нашел несколько десятков фотографий старшего сына Владимира Путина. По этическим соображениям досье не публикует эти снимки, как и другие детали, которые могли бы помочь опознать ребенка. Иван Путин несовершеннолетний и не несет ответственности за действия своих родителей, а его внешность сама по себе не представляет общественного интереса. Конец цитаты. И далее Елена Рыковцева пишет в своем комментарии «Отпасть и не встать». Дочек Путина фотки их мурыжили в хвост и гриву, причем с определенного возраста только в хвост, то есть их начали снимать исключительно со спины, а в зрелом возрасте они снова всплыли в гриву, и мы их сравнивали с детскими, которые были еще со спины, и уверенно констатировали, это они, Маша и Катя. С чего это вдруг центр досье стал стесняться и деликатничать с мальчиками? И как это не представляют общественного интереса? Вот нам послезавтра Ваню или Володю, или Володю или Ваню объявят наследником престола, и как мы можем убедиться, что царь настоящий? Так что, дорогие коллеги, вы уж не стесняйтесь, выкладывайте, выкладывайте, как говорила героиня одного известного Оскаровского фильма, да? И вот еще главная претензия к астром расследованию. Вот они пишут, что мальчиков обучают английскому преподавателю из ЮАР. А почему ни слова о том, кто их обучает китайскому? Ведь только что Путин как бы случайно обронил, что маленькие члены его семьи свободно говорят по-китайски. На следующем этапе расследования надо разобраться, кто эти прекрасные учителя, откуда они. А вдруг из Сингапура, где китайский один из официальных, как английский в ЮАР. В итоге по детям Путина можно будет учить географию и выбирать их царями любой точки белого света. Еще раз, фото в студию. Ядовитая, ядовитая Елена Рыковцева. Она умеет, я ее давно знаю. Да, я тоже ее давно знаю и она хорошо очень ведет свои передачи на радио Свобода. Кстати, она меня приглашала время от времени к себе в программу. Да, конечно, вопрос абсолютно, я с ней разделяю абсолютно те же самые вопросы. Ответ, правда, на них есть. Судя по всему, маленькие члены Путина, которые говорят по-китайски, это не эти якобы Иван и там кто-то как его там второго зовут? Владимир. А, Владимир Владимирович младший. Вот, потому что это, скорее всего, все-таки внуки его, то есть дети дочерей Путина. Вот, потому что здесь вот, так сказать, центр досье, если бы он до конца все это дело расследовал, он бы нам сказал, что, конечно, там они еще по-китайским языком занимаются. Вот, если он не сказал, значит, китайского языка они не знают, а это, значит, Путин не про них говорил. Вы, кстати, сказали такое, одно из интересных слов или словосочетаний, когда ссылались на заявление Елены Рыковцевой, что вот этот самый, как его, глава-то сам семьи, да, а вот в этом центре, в этом расследовании центра досье почему-то не сказано одну штуку. Вот смотрите, это происходит там, происходит все на Валдае, да, в основном происходит все на Валдае. Там они, конечно, выезжают куда-то, но вот, судя по всему, мы понимаем, что вот центр, где они проживают, происходит на Валдае. По заявлениям Валерий Дмитриевич Соловья и генерал СВР в прошлом году, 26 октября, на этом Валдае умер Путин. И вот... Знаю эту версию, как говорится, читали, слушали, обсуждали. И если бы я был журналистом центра досье, я бы этого человека, который там работает, первое, что я у него спросил бы, а вот как там же 26 числа, где там умирал Путин? Вы же должны были видеть, потому что если он умер, то там должны были ездить машины. Может быть, вас там и не позвали бы, конечно, к этому делу, но вы обратили бы внимание на необычное передвижение по этому самому делу, потому что, конечно же, смерть главного человека, она наверняка выбила из текучки жизнь этих обитателей. И что об этом, кстати, думала Кабаева, а что об этом думали дети? Вот на этот вопрос мы ответа не получили, но мне кажется, что если центр досье так подробно рассказал про детей Кабаевой и про саму Кабаеву и привязал их так подробно к Путину и не сказал ни слова о том, что Путин умер 26 октября, то это означает, что вот в этом расследовании досье, по крайней мере, они четко разоблачили версию Валерия Дмитриевича Соловья и генерала СВР о том, чтобы Путин якобы умер 26 октября. Вот это уж точно. Ну, послушайте, вот тут, кстати, меня кто-то бросил упрек. А, вот некто Витовт. Витовт. Зачитываю ваше несколько обидное, я бы сказал. Обидите меня, норовите меня. Но я, тем не менее, прочитаю вашу реплику, поскольку выход ко мне по имени и отчеству обращаюсь, поэтому прощаю вашу иронию злую и читаю, что вы написали. Чувствуется, что вы совершенно потеряли политический индюк. Ваши сказки с соловьем от рук и Путина в морде, а теперь и дети Путина, и поверь, это очередной развод болванов, и вы попали. Так, Витовт. Во-первых, у вас с русским языком, по-моему, не все в порядке, но, судя по вашему имени, вы, может быть, литовец или латыш. Прощаю вам ваши грамматические ошибки. Но при чем тут политический нюх? Вот есть, вы поймите, вы вас поверните мозги в другую сторону. Вот есть профессор Соловей, Валерий Дмитриевич, он сам по себе любопытнейший персонаж. Это человек, который утверждал, что Путин болен, что Путин болен, много лет утверждал. Потом он сказал, что Путин умер. Вот эти заявления стали частью общественного дискурса. Об этом стали говорить и писать. Но почему бы мне его не пригласить и не поговорить с ним, и не послушать его аргументацию, и не позадавать ему иронические вопросы, откуда вы это взяли, есть ли у вас доказательства, а как же вам не ай-яй-яй, почему же вам до сих пор не попало, не прилетело, люди там за какие-то невинные посты или лайки в Фейсбуке садятся в тюрьму на долгие годы. А вы вообще провозгласили Путина умершим и еще издеваетесь над телом покойного и говорите, что он в холодильнике лежит. Послушайте, ну это же интересно пообщаться, тем более Валерий Дмитриевич человек остроумный, он хорошо реагирует на всякие колкости в свой адрес. Вот последний раз, когда мы с ним общались, он опять пытался заговорить о том, что Путин умер. Я говорю, давайте договоримся, Валерий Дмитриевич, у нас есть масса других тем. Вы же сказали в какой-то момент, что двойник Путина официально теперь получил фамилию Путин и его по всем документам теперь зовут Владимир Владимирович. Поэтому, когда мы упоминаем Путина Владимира Владимировича, мы выводим за скобки вопрос, кто это? Действительно никуда не девшийся и не умерший и не лежащий в холодильнике изначальный Владимир Путин или вот двойник, который теперь официально тоже так называется. Он посмеялся и сказал, хорошо договорились, поехали дальше. Поэтому, друзья мои, но не будьте так серьезными, понимаете, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, это уже очень важно в нашей жизни. Тут никаких раз, никуда мы не попали. Ну, посмотрите, мы уже 41 минуту просто потешаемся, смеемся с Сергеем Жирновым, иронизируем по поводу этого расследования, выдвигаем всякие версии. Ну, послушайте, радуйтесь, господа, вместе с нами. Кстати, вот мне понравилось, Сергей Олегович, я вам уже показывал этот текст еще до того, как мы... Одна моя знакомая, там не буду ее называть, потому что, в отличие от Елены Рыковцевой, я подозреваю, она живет в России и действительно может прилететь, но она замечательно прокомментировала появление этой версии. Она написала, на поверхности, прямо на поверхности лежит сюжет романа, который можно назвать «Гувернер». Средних лет интеллигентный гражданин ЮАР в поисках приключений нанимается через агентство English Nanny. Гувернером в экзотической северной стране за это предлагают неприлично много при условии жизни в полной изоляции, и он, попадая в ту самую резиденцию, постепенно завоевывает привязанность воспитанников, двух избалованных баснословно богатых, но в сущности отчаянно одиноких мальчиков, и начинает тихонечко сеять среди них разумное, доброе, вечное. Только они, очкастый гувернер и верные ему дети, восстав против отста, могут обойти все препятствия, найти в папиной спальне ту самую красную кнопку и спасти человечество. Сергей Олегович, вы как писатель, вы же не только журналист, не только политический комментатор, вы же еще и писатель, вы должны оценить, это же, какой литературный материал, там в комментариях к посту этой моей знакомой сразу же появилась куча народу, которые стали предлагать разные версии развития сюжета, кто-то сказал, слушайте, это же можно классный голливудский сериал снять. Конечно, конечно, нет, это классное развитие, потому что я сразу тут же со своей головой бывшего шпиона говорю, что потом выясняется, что этот южноафриканец на самом деле нелегал службы нелегальной разведки ГУР Украины и который специально для этого и был заслан туда, а еще интереснее будет, если он будет нелегалом не ГУР Украины, а ГРУ Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации и его специально забросили российские военные, которым надоела эта война и которые хотели ее прекратить. Ну, конечно, здесь можно развивать очень большое количество всяких сюжетных ходов, безусловно. Вот, кстати, вот это досье, я поэтому вам сказал, что я его смотрел дважды. Я его сначала смотрел просто как зритель и оно мне чрезвычайно понравилось, чрезвычайно понравилось. А потом я смотрел как человеку, у которого есть профессиональные мозги. И с профессиональной точки зрения у меня к нему огромное количество вопросов и очень большое количество недоверия. Вот, кстати, в нашу с вами юность был такой замечательный французский фильм, который назывался «Игрушка» с Пьером Ришаром. О, да, кстати. Где как раз такая ситуация и происходила. Там просто были не два мальчика, а был один мальчик. Это был один мальчик у миллиардера, миллиардер, который берет одного из сотрудников своего предприятия и приглашает к себе и выясняется, что этот сотрудник должен играть роль игрушки у его отрока десятилетнего или девятилетнего, который является таким садистом маленьким, который издевается над этим человеком, а в итоге получается так, что он потихонечку этот Пьер Ришар, его персонаж заставляет этого маленького садиста и маленького эгоиста смотреть на жизнь совсем по-другому и закладывает семена даже революции против его папы, абсолютного отморозка миллиардера. То есть это на самом деле и ну скажем так не Голливуд, в Голливуде может быть тоже есть, но просто я сейчас вспомнить не могу. Но французское кино на эту тему уже оттопталось, просто теперь достаточно поменять там название, там вместо этого миллиардера французского сделать Путина Кабаеву там и вместо одного ребенка сделать двух двух детей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»